Девушки отдыхают Вместе будем говорить о том, что Бог удивительным образом нам отвечает, даже когда нам того порой и не кажется. Прежде всего, я хотел бы вместе с вами сейчас склонить головы и кратко помолиться. Отец, я молюсь тебе и прошу тебя о том, чтобы ты помог нам сегодня услышать то, что ты приготовил для каждого из нас. Говори в сердце Духом Своим Святым. Во имя Отца Сына и Святого Духа. Аминь. Итак, сегодняшнюю проповедь я назвал «Ответы от Бога, ожидания и реальность». И все мы, друзья, молимся, правда? Даже перед каждым молитвенным, перед каждым собранием воскресным у нас есть служение. Мы молимся за нужды и мы ожидаем, что Бог будет отвечать на то, что мы у Него просим. Правда? Что мы будем видеть ответы от Господа. И они порой бывают не в то время, как мы с вами ожидаем. Или вообще абсолютно не так. Правда же? Вообще очень много на самом деле подтешных таких историй есть об ожидании и реальности. И одной из них я хотел бы вместе с вами прежде всего поделиться. Не знаю, это вымысел или это по-настоящему так было. Ну, в общем, одна сестра долго-долго молилась о том, чтобы муж ее покаялся. А он таки не каялся. И ей снится сон, что она сидит вместе с мужем своим на собрании. И пастор проповедует, да так горячо проповедует, что муж в конце собрания ее кается. И уже не во сне она приходит на воскресное собрание и говорит, «Пастор, пастор, слушай, мне приснился сон. Муж мой покаялся, когда ты проповедовал?» Он говорит, «Здорово, классно». И она спрашивает, «А ты не помнишь, о чем ты проповедовал?» Вы знаете, у нас иногда бывают такие ожидания, что мы настолько хотим, чтобы это было, что оно вот как с реальностью так сливается. И бывает смешно, а бывает не очень смешно. И я хотел бы сегодня вместе с вами поговорить на эту тему. И давайте откроем наши с вами Библии. Евангелие от Луки, первая глава, с 8 стиха по 14. Я на нем остановлюсь. Итак, однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, говорится о Захарии. «По жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника Кадильного. «Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются». Аминь. Здесь я остановлюсь. Очень удивительная история на самом деле. И первое, на что бы я хотел обратить наше с вами внимание, это то, что Захария привычным своим делом занимался. Ему по доброму, хорошему обыкновению выпала честь служить. И он служит, делает то, что всегда делал. Знаете, у меня вопрос. Что заставляет тебя двигаться в этом направлении, чтобы не слышать Бога? Еще раз. Когда ты занят обычным своим делом, работа это может быть, или уж очень любимое хобби, ну просто сильно любимое, там рыбалка, не знаю, или там, ну что там еще есть, машины ты ремонтируешь, ты делаешь что-то, делаешь, 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 а тут бах, и Бог начнет, например, говорить. «Услышишь ли ты?» Это очень важный вопрос. Особенно в нынешнее время, когда, знаете, поток информации и просто все быстро-быстро стремительно бежит. А может быть, кто-то из вас приходит в воскресенье, чтобы услышать ответ от Господа, а всю оставшуюся неделю просто летит по дням, потому что некогда, потому что что-то нас заставляет куда-то двигаться. И видим, что Захария по факту не был готов к ответу. Он удивился, он устрашился. И вообще надо признать о том, что каждый рожденный свыше человек слышит Бога. Вы согласны с этим утверждением? Абсолютно каждый рожденный свыше человек слышит Бога. И в Евангелии от Иоанна, 3 глава, 8 стих, это история, когда Иисус встретился с Никодимом, у них был диалог, я зачитаю. Дух дышит, где хочет. И голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, абсолютно со всяким, рожденным от Духа. Все мы слышим, только кто-то останавливается, останавливается и начинает рассуждать. Что-то необычное, возможно, Бог начинает говорить в том потоке дел, который ты сейчас сегодня занят. А кто-то, ну, так бывает, как-то проскакивает. Да ну, как-то непонятно. Возможно, потом. И в этом потом ты можешь пропускать то, что Бог сегодня хочет сказать тебе. Вообще ожидание – это такая вещь, знаете, ну, правильная. То есть формулировка веры в послании к евреям, 11 главе, говорится о том, что вера же есть осуществление ожидаемого, и уверенность невидимого. Но вот наша позиция или реакция о многом может сказать. И, знаете, не могу не сказать о том, что иногда, возможно, у вас так бывает, что ты просишь что-то у Бога и не слышишь ответ. Ну, как тебе так кажется, да? Или Бог как-то медлит с ответом. Разные могут быть вещи. И я вот признаюсь вам, что иногда я ловлю себя, знаете, на какой мысли? Что я ищу местописание, которое бы оправдывало то, что мне очень хочется, ну, то, что я прошу у Бога. Ну, так, чтобы вот по Библии было. Я не буду просить поднять руки знакомого вам это чувства или нет, но могу признать это. И Бог говорит об этом, что это конкретное своеволие. И когда мы рассуждаем или ожидаем от Бога какие-то ответы, наши с вами ответы, то мы логически рассуждаем мы и думаем о том, что, ну, ведь мы же сотворены по образу и подобию Божьему. И это истина. И те мысли, которые нас посещают, или то направление, в которое мы хотели бы идти, хорошее. Я не говорю сейчас о каких-то греховных вещах. Я говорю о хороших, добрых мыслях. То мы можем, знаете, пытаться диктовать Богу. Ну, как бы, мы же все знаем такие успешные, вдохновляющие местописания, там, ты будешь головою, не хвостом, там, он тебя исцелит, проклятие все, там, все. А оно таки да. Но я хочу вам сказать. Исайя пишет пророк и говорит к нам, 55 глава, Бог говорит через него. Мои мысли, не ваши мысли. Не ваши пути. Пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших. И мысли мои выше мысли ваших. Нам нужно признать о том, что Бог, он суверенный Бог. Суверенитет его самый высший. То есть это законодательное и исполнительная власть. Выше него нет ничего. И только он знает, кому, когда, как, в какие обстоятельства, в какое время отвечать. Исцелять, вдохновлять, обличать. Понимаете? То есть, другими словами, мы можем ожидать, и это правильно, так говорится о вере, что мы ожидаем, но мы не можем диктовать Богу, как должно быть. И логически рассуждая, я понимаю, что откуда я себе нахожу свои ожидания. Потому что я услышал, что Бог у этого брата или у этой сестры вот так вот произвел. Пастор Евгений сегодня говорит и говорит, свидетельствует о том, что Бог вот так вот, вот так вот обеспечил, подтвердил, да, то есть их поездку. И ты такой, да, Господи. Ну, я не знаю, может, не ты, я могу. Так, Господи, ты и начни, ты так же со мной говори. Пускай тоже может быть какой-то брат, сестра, семья так же поступит, вот именно вот так же. Но не факт. Далеко не факт. И мы сравниваем себя, мы можем видеть ответы в Библии, у героев Библии и предполагать, что именно так же Бог будет поступать. Но нет. Я хотел бы пример вам привести свой личный из моей жизни о том, что Бог нашел меня, когда мне было 24 года. И как только Бог коснулся меня, я реально осознал, что нехорошо быть человеку одному. Я начал молиться о том, чтобы Господь приготовил для меня прекрасную мою принцессу, половинку, девушку. И знаете, через 6 лет только я женился. Я хочу вам признаться, что мне хотелось уж очень побыстрее. И откуда у меня борьба внутри взялась, которую я находил себе? Потому что я видел, что брат закончил реабилитацию, хоп, женился. Второй, немножко погодя, хоп, женился. У них детки уже пошли. А ты смотришь на себя и думаешь, Господи, а что со мной не так? Я что-то где-то пропустил? Господи, и у меня было свое представление, как должно будет произойти то или другое. Я обсмотрел всех сестричек в церкви, но я всегда хотел быть, чтобы у меня было по-настоящему. И я молился Богу, но представлял и ожидал, как Бог будет мне отвечать. И знаете, как-то вот не отвечалось. Да, у меня был непростой путь на самом деле, и это нужно тоже учитывать, но мои ожидания и реальность, оно никак не совмещалось. Я думал о том, что Бог всемогущий же, ведь любящий, и оно таки так и есть. Знаете, у меня даже такие мысли посещали, Господи, тебе жалко, что ли? Ну, как бы, вот для того не жалко, но мы сравниваем себя, мы так устроены. Вот, ну, я знаю, что папа любит меня, и он так нормально все, подожди. Нужно доверять ему во всех обстоятельствах. Я хотел бы дальше продолжить и читать Евангелие от Луки, нашу историю с Захарией. И с 18 стиха прочту. «И сказал Захария ангелу, почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему в ответ, «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобой, и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать, и не будешь иметь возможности говорить для того дня, как это сбудется за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем, народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Второе, что я хотел бы особенно выделить в этой истории, это вопрос «как?». То есть, когда Бог отвечает, если ты не пробежал что-то, в суете в какой-то, ты все-таки остановился, задумался и начал рассуждать над теми ответами, которые Бог говорит, здесь прямо видно, знаете, здесь написано, здесь написано, а почему я узнаю это? То есть, как? И потом, знаете, я прямо представляю, как у Захарии промелькнуло много всяких вариантов, как должно это произойти, и они разбились об ограниченное человеческое понимание сверхъестественного Бога. И еще раз, ты и я, мы можем, даже когда услышав Бога, ответ, мы себе можем представить, как должно произойти, и Захария говорит, так я стар, и жена моя уже в летах преклонных. Другими словами, это невозможно. Даже когда Бог говорит и отвечает тебе, ты можешь как бы представить, и это невозможно. И, возможно, ты сегодня без ответа, как тебе кажется. Возможно, есть кто-то, кто многие годы уже молится о каких-то вещах. Я хочу сказать о том, что ожидать от Бога или доверять Ему, это важный момент в нашей христианской жизни. Но Бог будет отвечать не так, как ты себе представляешь. Я глубоко убежден, что если вам сейчас дать микрофон и спросить вас, у вас будет много свидетельств тех, которые вы знаете, когда вы молились и ожидали что-то, а Бог ответил как-то по-другому. В какое-то свое время, в каких-то других обстоятельствах и приготовил для вас лучшее и ответил. Но нам по человеческой нашей природе так охота сейчас, все и сразу. Может быть, это не про вас, может быть, это только про меня, но мне таки так охота. И насколько наши порой ожидания несовместимы с Божьими планами. Есть, знаете, еще одна история, история про ожидания, или как такое возможно? Я бы вот так назвал эту историю. Одна из многих историй. Это история о Марии. В этой же главе Евангелия от Луки есть история, которую я хотел бы вместе с вами зачитать. Евангелия от Луки, 1 глава, 29 и по 38 стих. Она же, увидев его, говорится о Марии, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь, в очреве родишь сына, и наречешь его имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца. Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю. Ангел сказал в ответ, Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется сыном Божьим. Вот, и Елизавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала, Зероба Господня, да будет мне по слову твоему, и отошел от нее ангел. Посмотрите, тот же самый ангел Гавриил, в этой же главе, он обращается к Марии с невероятным посланием. Это невероятное послание. Когда он поприветствовал ее, она говорит, что это, размышляла, что бы это за приветствие было. Видимо, что-то ей сильно, как-то странно показалось. И какова же была реакция Марии? Как это будет? Тот же самый вопрос, как это будет? Я мужа не знаю, у меня мужа даже нет. Вообще нужно признать, что у Марии, скорее всего, были ожидания. Молодая девушка, прекрасная, она ожидает парня, принца, мужчину, который однажды подойдет, расскажет о своих чувствах, возьмет ее замуж, они будут жить, устраивать свою жизнь. Тут приходит ангел, и он говорит о том, что Дух Святой найдет на тебя, и ты забеременеешь. Я не знаю, знаете, столько много мыслей, потому что, когда она спрашивает, как, он ей объясняет, как это будет происходить. Здесь не написано, но у меня такое представление, такие, а, а, Дух Святой, а, ну так ты сразу же и сказал бы, как будто бы ей понятно стало, но реакция ее, она радикально отличается от реакции Захарии. Знаете, как будто бы она говорит, я не понимаю, как? Как? Ты мне объясни. Он ей объясняет. И она говорит, да будет мне по слову твоему. Я бы перефразировал это и сказал, Бог, я не понимаю. Я не понимаю, что ты сейчас со мной делаешь. Но да будет мне по слову твоему. Возможно, ты сегодня проходишь какие-то вещи, которые тебе непонятны. Но если ты находишься под покровом Всевышнего, ты знаешь Бога как Всемогущего, своего Спасителя и Господина. Он ведет тебя. У тебя нет никакого греха, который бы мог влиять на какие-то обстоятельства. Бог будет допускать что-то, и тебе это непонятно. Доверяй Богу. Доверяй Богу до конца. Даже когда непонятно. Особенно, я бы, наверное, сказал, когда непонятно, потому что история с Марией, она не может не вдохновлять. Ее реакция, выраженная ее реакция, она не может нас с тобой не вдохновлять, когда непонятно. И даже вопросы задаешь. Господи, что происходит? Почему родственники не каются? Господи, мы молимся о пробуждении, поправки в законе, которые мешают сейчас нашу то, это, другое, привычным способом. Я уже не могу или могу. Господи, почему? Как будто бы что-то меняется. И оно таки правда меняется. Но я хочу вам сказать, дорогая церковь, Бог производит то, что Он хочет делать. И, знаете, как будто бы Мария была готова. Что-то в ее жизни складывалось из мелочей, какие-то экзаменки, знаете, такие вот тестики, она проходила, проходила, и когда Бог доверил ей, то, что она не понимает, она смогла принять, когда даже не понимает. И я бы хотел бы несколько пунктов, так их назвать, сказать о том, как не пропустить голос или ответ от Господа. И первое, что хотелось бы особенно, наверное, выделить, это учиться. Учиться в мелочах и быть верному. Знаете, неважно, сколько тебе сегодня лет. Пять, десять, пятнадцать, пятьдесят, тридцать, восемьдесят. Ведь мы же чему-то учимся. Причем, когда ты приходишь к Богу, вы знаете такое выражение, у Бога внуков нет. Мы Его все дети. И мы учимся. Мы чему-то учимся. А если обобщить, мы учимся доверять Ему. Особенно тогда, когда ты не понимаешь. И у меня в жизни столько много ситуаций было, когда я просто не понимаю. Я логически ожидаю, что Бог будет мне отвечать. Но лучше не логически, лучше верою. Принимать верою. То, что Бог ответит, Он не останется без ответа. Конечно, сложно это, когда ты пять, десять лет, возможно, молишься о чем-то, возможно, пятнадцать. Но мы столько много свидетельств знаем, вдохновляющих, когда братья и сестры говорили о том, что они молились многие года. И таки Бог отвечает. Есть определенные обстоятельства, которые нас сподвигают. И, знаете, пример такой по поводу учебы. Заканчиваешь школу, поступаешь в институт, и начинаешь учиться, и ты такой понимаешь, ну так-то ты повзрослел, можно начать работать уже, можно ведь уже что-то делать, деньги зарабатывать, ну как бы можно пропустить что-то сейчас. Но есть время, когда ты учишься. Ты и я, есть время, состоящее из каждого дня, из каждого часа. И Бог сегодня будет говорить с тобой, вчера, завтра, складывая определенные ситуации в том, чтобы доверять Ему больше, доверять Ему, ходить с Ним, доверять Ему, чтобы когда Он много тебе доверит, как Мария. Она же, представляете, девушка, которая ожидала что-то, но она же себе совсем не представляла, что она будет матерью Господа нашего, Иисуса Христа. Это совсем нелогично. Это очень неожиданно, это невероятно просто. У тебя твое может быть, твоя невероятность с Богом. И когда мы складываем это, когда мы учимся, мы доверяем Ему. И в свое время Бог даст больше. Второе, что хотел бы сказать, это применять то, чему мы с вами научились. Чтобы информация, которую мы прочитали в Слове Божьем, Бог ответил, оставил нам свое слово. 66 книг, каждая проповедь, которая говорится с кафедры, по мне, она вся говорит, каждая, любая наша, какую бы тему ни было, на личное отношение с Богом. И мы можем знать много, слышать ответы, но не применять. И вот второе, что я хотел бы сказать, это научиться ходить. Во втором послании Коринфянам написано, что мы ходим верою, мы ходим, а не видением. Не то, что мы видим, не то, что мы логически рассуждаем. Мы ходим, это действие. И у меня пример такой, знаете, сразу же родился, когда апостол Петр увидел Иисуса ходящим по морю, он говорит, ты ли это, ну, мы знаем всю эту историю, да, он говорит, да, он говорит, повели мне выйти, он говорит, иди. Апостол Петр, он пошел по воде, то есть у него действия были, понимаете? То есть он не просто такой, вау, Иисус мне ответил, вау, классно, там, толкнул кого-нибудь из учеником, он мне ответил, ты слышал, мне ответил. Он пошел, он применил это, то, что Бог ему сказал сделать. И третье, что хотел бы сказать в этом, не отказывайтесь служить Господу, даже, особенно, когда тебе непонятно или когда тебе не откликается. Мне так не нравится это слово, не откликается, честно вам скажу, но периодически я его слышу. Знаете почему? Потому что ты можешь что-то пропустить, потому что ты можешь что-то пропустить. И, собственно, пример расскажу. Помните, я вам говорил о том, что я молился Господу о своей половинке, помощнице, принцессе. И таки Бог ответил, и он лучшее дал мне в свое время. А знаете, как это произошло? Один брат пригласил меня послужить. И я вам честно могу признаться, что у меня не откликалось. Ну, как бы, я говорю, да, ну, что я поеду там, ну, в общем, почему, зачем, для чего, может, не надо там, может, кто-нибудь другой, там же там всех хватает. Это ложь. Если Бог тебе предлагает, не пропусти это. И таки, в общем, я поехал. Послужил и обратил внимание на Оленьку. Особенное. И знаете, интересно, что я не то, чтобы там ее встретил или узнал, мы с одной церкви с ней. Я вам хочу сказать, что мы в одном спектакле с ней играли. Да! Она была Гердой из Снежной Королевы, а я северным оленем. Я знал, что вы будете смеяться. Знаете, в этой сказке северный олень это образ Духа Святого. Да-да, я тоже об этом узнал там. Так вот, я хочу вам сказать о том, что я начал обращать внимание, началось это с призыва пойдем послужим. Я бы мог пропустить что-то в своей жизни. Я так хочу делиться этим и вдохновить тебя, чтобы ты не пропустил, особенно, когда ты не понимаешь, или у тебя что-то не откликается. Не пропусти призыв от Господа послужить для славы Его. И дальше хотел бы еще одно выделить. Это третий момент. Когда ты молишься и просишь что-то у Бога, зачем это тебе? Ответь сам себе на этот вопрос. Для чего ты просишь у Бога то или другое? Знаете, логически, ну, например, зачем ты просишь здоровья, если ты, допустим, болен? Ну, как, чтобы быть здоровым? Как бы логично же, да? Или, например, зачем тебе квартира, машина, карьерный рост, дача? Я не знаю. спроси у себя самого, зачем ты просишь у Бога? Может быть, еще что-то? Я хотел бы сказать нам о том, что есть одна история в Первом Царстве, 10 глава, 11 стих, есть история об Анне. И она была неплодна. Бог допустил определенные вещи в ее организме, она не смогла рожать. И вот я хотел бы зачитать ее молитву. И была она, говорится, о Анне в скорби души и молилась Господу и горько плакала и дала обет, пообещала, говоря, Господи, совов, если ты презришь на скорбь рабы твоей и вспомнишь обо мне, не забудешь рабе твоей, дашь тебе рабе твоей дитя мужского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его. Интересно, мы знаем эту историю и о совпадении Бог ответил на молитву и дал таки мальчика ей родить. Знаете, она же могла передумать, правда? Ну, как бы вот, когда забеременела, время идет, мальчик растет еще, невидимо, да, ну, явно невидимо, и она могла рассуждать, но она пообещала Богу, что если будет мальчик, я отдам его тебе, Господи. И она так и сделала. Написано, что как дитя было отнято от груди, она сразу же посвятила его в храм, отдала его и раз в год приходила, чтобы вещи ему, ну, он растет, мальчишка, то есть короткие штанишки, там рубашечки становятся, она ему приносила. Знаете, интересно, что после этого она родила еще троих синовей и двух дочерей. Аллилуйя! Когда ты что-то просишь у Бога и обещаешь Ему, чтобы твое имущество, оно служило тебе, Господи, дай, пусть дерзновение твое не остынет, когда ты получишь то, что ты просишь. Давайте будем употреблять все то, что мы имеем для Его славы, для того, чтобы имя Его, оно возвеличивалось в народах, в твоем доме, в твоих соседях, чтобы люди видели то, как ты живешь, то, как ты говоришь. Возможно, задавали вопросы, но оно употреблялось для того, чтобы имя Божье прославлялось. Аминь. Знаете, особенно-особенно охота, правда, вдохновить каждого из нас сегодня о том, чтобы мы с вами, слыша и видя ответы от Бога, мы могли прославлять Его в своей жизни. И возможно, ты сегодня находишься в каких-то стесненных обстоятельствах, или, не дай Бог, они настанут. Я хотел бы еще одно место Писания зачитать, которое меня всегда вдохновляет. Это Второзаконие, 4 глава, 29-31 стих. Но когда ты взыщешь там Господа, в тех обстоятельствах, в которые ты находишься, в тех молитвах, в том борении, в тех неответах, как тебе кажется, или в той суете, когда ты летишь просто изо дня в день, а потом останавливаешься в воскресенье для того, чтобы Господа прославить, пережить, а потом опять суета и рутина, если ты взыщешь там Господа, Бога твоего, то найдешь Его. Если будешь искать Его всем сердцем твоим, всей душой твоей, когда ты будешь в скорби и когда все это постигнет тебя в последнее время, то обратишься к Господу, Богу твоему и послушаешь глаз Его. Господь Бог твой, есть Бог милосердный, Он не оставит тебя и не погубит тебя и не забудет завета с отцами твоими, который Он клятвою утвердил им. Знаете, иногда мы очень с вами можем быть похожими на народ израильский, когда Бог вывел их чудесами и знамениями из Египта, и Он что им обещал? Он ведет их в землю, где что? течет молоко и мед. Народ израильский вышел, а где молоко и мед-то? Воды нет. Я не говорю сейчас о горячей и отключении летом. Просто нет воды. Великаны какие-то, с которыми нужно сражаться. возможно ты сегодня с чем-то сражаешься. Тебе непонятно, что Бог делает? Я же молюсь. У тебя есть свое представление о том, как Он должен ответить, логическое, душевное, свое понимание. Ты пытаешься местописание подобрать, вдохновить как-то себя. Я хочу тебе сказать о том, чтобы мы с вами учились. Учились в каждом дне. Доверять Богу немножко. Немножко в учебе, в работе, в своих отношениях с родными и близкими, когда ты молишься об исцелении. Верь, что Бог видит и знает твою нужду. И это не просто слова. Бог, Он суверенный Бог, который любит тебя и меня. Он знает больше тебя и меня, чем мы сами себя. Он знает помышления наши, сердца наши, мотивы. Он знает нас всех. И это не значит, что не надо ничего делать. Бог же знает, знаете, что тогда я буду говорить, что я буду делать. Если что, мне пошлет сигналы, какие-то знаки поставит. Это значит учиться доверять ему каждый день. Это значит с еще большим дерзновением делать то, что Бог тебе доверяет. Быть верным в том служении, в котором ты есть. Быть еще лучшим отцом, быть еще лучшей бабушкой, быть начальником или, возможно, тем, кто стоит под властью и светить, и славить его. И когда ты слышишь призыв Божий, не пропусти его. Как Мария, не понимаю Господи, но да будет мне по Слову Твоему. Я доверяю Тебе, Бог, я не понимаю. И не будем, как Захария. Да это невозможно. Как? Невозможно. Все человеческие ресурсы. Невозможно. Вся логика невозможно. Бога нельзя понять логикой. Ты веришь и доверяешь Ему. А Он сверхъестественно и своей силой будет производить через разные обстоятельства то, что нам с тобой непонятно. Оно необъяснимо. Но это факт. Знаете, мне нравится одна формулировка веры. Это ты ничего не знаешь, когда что-то даже знаешь. Нелогично. Но это факт. Когда ты доверяешь Ему и идешь за Нем. учишься. Применяешь и не отказываешься послужить Ему. Не отказываешься. Когда получаешь, ты это употребляешь для славы Его. Ты употребляешь это для того, чтобы Бог прославился. В мелочах. Возможно, ты скажешь, у меня нет квартиры, чтобы там служила или собиралась домашка. Я допустим снимаю пригласи домашнюю группу. Пусть то, что ты имеешь, может быть, даже на какое-то время, оно Богу служит. Возможно, ты учишься здесь и не знаешь, но мне вообще ничего нет. Пусть твои дары, таланты употреблены будут в церкви для славы Его. И Он будет еще больше наполнять тебя. Он будет еще больше отвечать, слышать, но нужно признать, что Бог суверенный Бог. Он будет отвечать тогда, когда время придет, когда ты будешь готов. Потому что, когда я молился о Оленьке, я говорил, Господи, пусть я не знаю, кто она, но ты готовь ее для меня, а меня для нее. И в свое время Бог отвечает. Я хотел бы, чтобы мы с вами сейчас молились. Молились о тех обстоятельствах, которые ты сегодня проходишь, о тех ответах, которые ты сегодня задаешь, о тех вопросах, которые ты сегодня задаешь Богу, и, как тебе кажется, не получаешь. Возможно, тебе нужно остановиться в потоке дел, суеты, работы, хобби, ты чем-то отвлекся, и услышать, что Бог, отвечающий Бог, будет говорить тебе. Субтитры Субтитры Субтитры